скажите вот химические вещества которые мы используем мыть посуду там ну то есть что вредит природе есть такие которые биоразлагаемые шампуни биоразлагаемые порошки вот это частности фирмы германии саверенш по моему называется ими можно пользоваться или нет но а нужно проверять каждую отдельно взятую группу на соответствие потому что люди могут говорить на экологически чистая она отчасти экологически чистая например филиаде есть такое моющее средство елка все она считается что экологическая зачастую продукты частично экологические вообще те в принципе можно выпустить все продукты экологически очень часто не экологические продукты они сильно действующие моющее средство очень сильно действует но она очень опасная это как реактивное топливо для ракет То есть, если капнет вам на кожу, она прожжет вам кислота. То есть, в принципе, в мире большое есть количество этих средств. Вопрос в том, что если люди ориентируются на экологичность, то будут производить экологичные вещи. Если ориентируются на что попроще, подешевле и сильнее работают, будут делать, соответственно, галимую химию, у которой будут обязательно побочные эффекты. Первый эффект в том, что до конца многие из химических продуктов, домашней химии, до конца не смываются. Плюс их использование, при использовании уходят опасные выделения в воздухе, и они еще впитываются в окружающий элемент, в обои, в ткани. Сейчас есть огромное количество экологических этих средств, очень большое количество. Они, конечно, менее известны, чем все остальные, но они есть. Мы вообще сами начинаем потихонечку запускать эти проекты и эти экологические вещи делать. Говорить про какую-то конкретную компанию, это нужно ее исследовать. Зачастую люди говорят одно, а на самом деле это другое. Говорят экологическое, а на самом деле не очень экологическое. Например, как говорят, экологическая фанера, вся фанера делается на эпоксидной смоле, она вся ядовитая. То есть, если эта фанера, она уже заведомо ядовитая. Или, как говорят, экологически чистая водка. То есть, не бывает экологически чистой водки. Водка для организма – это яд. Если вы не используете моющее средство, то для организма она – яд. Поэтому вообще, конечно, есть вещи, которые полностью экологичные. Еще есть такой момент, что вещество может быть экологичное, но если вы очень больших количествах выливаете в одно место, это будет для Земли экологическая катастрофа. Возьмите вы, например, меда, и на вашей территории разлите сколько-то тонн. То есть вы убьете траву, хотя мед в нем ничего отрицательного нет. То есть есть еще концентрация, которую природа может переварить и переработать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok